На предновогодний турнир «Волшебная клюшка» собралось более сотни юных любителей флорбола. Это молодой вид спорта – хоккей на паркете с пластиковым мечом и клюшкой. Экипировка игроков не требует особых затрат, а такая физическая нагрузка, по мнению тренеров, позволяет разнообразить привычное представление о физкультуре. На соревнованиях побывала Вероника Иванова. Более сотни школьников, от первоклассников до выпускников, соревнуются в скорости и ловкости. На флорбольном турнире «Волшебная клюшка». Клюшка в этом виде хоккея и правда особенная – пластиковая, легкая, вместо шайбы мяч. По полю игроки бегают как футболисты, а играют руками как хоккеисты. Вратарю же приходится буквально ползать, защищая ворота. Флорбол – универсальная тренировка различных навыков и всего тела. По мнению тренеров, для детей этот спорт – настоящая находка. Вид спорта для нас новый, поэтому занимаются они все недавно. Наша основная задача его популяризировать, потому что детей он захватывает очень сильно, очень мощно. Прямо выхватывает ребенка от компьютера, от всего, очень великолепно. Поэтому наша задача – популяризировать это в школах, чтобы в школах больше детей играло, больше увлекалось. Активно приобщают учеников к флорболу в частных школах Зайльцовского района, в 16-й гимназии Ленинского района, а также в школах по соседству с поселком Краснообск. Там базируется специализированный флорбольный клуб. Появляются в городе и секции, тренируются юные спортсмены в смешанных командах. Почему вы выбрали именно этот клуб? Потому что мне больше всего понравилось. Командная работа, передача, забирать мяч у противника. У меня здесь подружка, и она меня позвала, и мне тут очень-очень понравилось. Играть очень весело, потому что передача, вот это все отбирать, и мне это нравится. На трибунах подтверждают, флорбол по накалу страстей не уступает хоккею с шайбой. Среди болельщиков, конечно, родители. Тренируются два-три раза в неделю. В принципе, не затратный финансовый вид спорта. Но очень много эмоций выставляют детям и родителям. Победители турнира уже скоро поедут на игры в Омск. Там во флорбол играют уже четверть века. Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости.